Продолжение следует... Как? Он говорит, что как? Я говорю, проповедь называется как? А он говорит, а как мне подобрать пение под эту проповедь? А я ему говорю, никак. А сегодня у нас как бы тема, она звучит более просто, и спасибо за это пение, которое было подобрано как раз под молитву. Мне кажется, тема, о которой мы сегодня с вами поговорим, она достаточно всем известна, всем знакома. Но кто из вас не знает, что такое личная молитва? Мне кажется, все с этим знакомы. Вы знаете, как-то одного человека, духовного служителя, это притча, отправлен в какое-то селение, чтобы он там послужил прихожанам. А служитель был лентяем. Ему неохота было ничего там учить, ничего проповедовать. И как-то собираются вот прихожане, и служитель задает им вопрос. А вы знаете, о чем мы сегодня будем говорить? Они говорят, знаем. Говорят, ну если знаете, о чем мы будем с вами говорить, тогда идите домой. И распускает собрание. В следующий раз собираются люди, он задает им вопрос. А вы знаете, о чем мы будем говорить? Они говорят, нет, не знаем. Говорят, ну если не знаете, о чем мне с вами говорить. И опять распускает их. И в третий раз люди оказались более мудрыми. И когда он спрашивает их, а вы знаете, о чем мы будем с вами говорить? Одна часть говорит, знаем. Вторая часть говорит, не знаем. Тогда он говорит, ну те, которые знают, пусть расскажут тем, которые не знают. Поэтому, в принципе, мы нашу проповедь на этом можем завершить. Потому что, мне кажется, все знают, что такое личная молитва. Но знаете, проблема в чем? Что многие из нас знают, что это такое. Но очень мало людей, которые это практикуют в своей жизни. Вот скажите, из 24 часов, вот сколько времени Бог уделяет каждому из нас? Все 24 часа. А сколько времени мы уделяем Богу из 24 часов? Мне кажется, здесь каждый из нас сможет уже задуматься. Хорошо. Я предлагаю вам сегодня рассмотреть небольшой отрывок, состоящий из трех стихов, который находится в Евангелии от Матфея, 6 глава. Прочитаем 6 по 8 стихи. Итак, Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 по 8 стихи. Что же говорит нам здесь Иисус? Какие принципы Он дает? «Ты же, когда молишься, вводи в комнату твою, и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Сегодня мы поздравляем здесь отцов, и вы обратили внимание, что в трех стихах три раза упоминается слово «Отец». Поэтому мы сегодня поговорим с вами о Небесном Отце и о нашей ответственности перед Нем. Итак, в этих трех стихах я хочу представить пять принципов, которые составляют суть личной молитвы. Итак, какой же самый первый принцип? «Ты же, когда молишься, куда войди? В комнату твою». А скажите, пожалуйста, о какой комнате идет речь? Куда приглашает Иисус каждого из нас? Вот в какую комнату надо войти, чтобы совершить молитву? Как вам кажется? Уединица. А это какая комната? Да. Некоторые думают, что для того, чтобы совершить личную молитву, нужно сначала приготовить свою комнату. Постились, наверное, ковры. Помыть окна, создать абсолютную чистоту, чтобы после этого обратиться к Богу. Как вам кажется, об этом ли здесь идет речь? Мне кажется, Иисус родился в яслях, и Ему не нужны устланные коврами комнаты. Вы знаете, если перевести это слово с греческого оригинала, то здесь, когда говорится «войди в комнату твою», речь идет просто об амбаре, где хранилось зерно. Представляете, куда Христос советует отправляться на молитву? В амбар. В дальнейшем то же самое слово стало обозначать уже спальню. Чем отличаются спальня и амбар? Просто это те комнаты, в которых царит идеальная тишина. Поэтому самый главный и самый первый принцип для совершения личной молитвы – это нужно обеспечить тишину, чтобы было благоговейное отношение, благоговейная обстановка. Но представьте, вы совершаете молитву, а там дети бегают и кричат. Или шум. Сможете ли вы сосредоточиться? Мне кажется, это будет сделать очень сложно. Поэтому самое первое, о чем следует позаботиться, это чтобы никто вам не мешал, чтобы была тишина и благоговейная атмосфера. Давайте коснемся второго принципа. Вот вы вошли в комнату. Что дальше надо сделать? Закрыть за собой дверь. А зачем надо закрывать дверь? Что это означает? Какое-то отношение имеет к нам? Да, но это как бы первое, да, больше. Вот ты заходишь в комнату, именно в ту комнату, где там никого больше и, в принципе, и нет. Ага, то есть закрой за собой дверь. Мы понимаем, что это, ну не надо понимать столько в физическом смысле, что ты закрыл за собой дверь. Но идея в чем? Идея в том, что у каждого из нас есть вопросы, которые должны знать только я и мой Отец Небесный. То есть закрыть дверь – это означает не посвящать свои сугубо личные дела или в такие вопросы, которые ведомы только тебе и Богу, третью личность. Господь советует закрыть дверь, а не прикрыть. Почему? Потому что если дверь прикрыта, есть вероятность, что туда кто-то может войти. Поэтому, дорогие, конечно, мы делимся друг с другом, мы молимся друг о друге. Это называется ходатайственная общественная молитва. Но есть вопросы, есть вопросы, которые должен знать только Господь и вы. Вы согласны с этим? И вы знаете, что интересно, что закрыть дверь – это также гарантия со стороны Бога, что все, что вы скажете Господу, это останется только между вами и им. Никто другой не может вам этого гарантировать. Даже вы помните, что пишет Соломон? Даже в спальне своей не злословь царя. Почему? Потому что птичка передаст. Но Бог наш Отец – это та личность, которая говорит, ну, что бы с вами бы ни было, ну, что вы хотите Ему скажите, Он это сохранит в тайне. Это будет только между вами и им. И никто, я повторяю, не сможет вам этого гарантировать. Давайте пойдем далее и посмотрим, каков наш третий принцип. Вот седьмой текст. А молясь, не говорите чего? Лишнего. А скажите, а как понять в молитве? Вот вы молитесь. Как понять, что есть лишнее, а что не лишнее? Вот вы задумывались вообще над этим вопросом? Вот я молюсь Богу. Как понять, я говорю лишнее, или я говорю, по сути, не лишнее? А как понять, что главное, а что второстепенное? Да, и как это понять? Вы знаете, за несколько лет до поступления в университет у нас был вот такой обычай. Когда лектор чихал, все студенты хором должны были отвечать, будьте здоровы. Но со временем этот обычай отменили. Уже лектор чихал, никто не реагировал. Но был один студент, который некоторое время не посещал вуз и не знал об этом. И когда во время занятий лектор чихнул, на весь зал раздался только его голос. Чтоб ты провалился. И вы представляете, этот студент всегда это говорил. Но во множестве всех остальных голосов его голос не доносился. А тут все замолкли, и только его голос. Я думаю, что этот студент в тот день сказал лишнее. Но как вам кажется, об этом ли говорит здесь Иисус Христос? О таких ли словах? Ну, представьте, вот вы совершаете личную молитву, но позволите ли вы себе сказать ну нечто вот такое, непристойное в адрес Бога? Вряд ли. Вряд ли. И поэтому мы понимаем, что не об этом, скорее всего, здесь идет речь. Когда мы опять обращаемся к языку оригинала, мы понимаем, что вот это еврейское слово баталагейн. Оно буквально означает заикаться. А вот свойство заики в чем? Что он одно и то же повторяет несколько раз. Естественно, дорогие братья и сестры, мы понимаем, что Христос ни в коем случае здесь не осуждает людей с подобным дефектом речи. Мы должны это понимать в более духовном смысле. И, Константин, вы интересно отметили не говорите лишнего, как язычники. А вот смотрите, в чем суть языческой религии? Что они, вот давайте представим, да, вот такие вот народы, да, вот вы видели, наверное, в телевизорах, что они вот бьют там барабан и прыгают, скачут и что-то там. Говорят быстро, быстро, быстро и никто не понимает, и они сами не понимают, о чем идет речь, да? Поэтому, дорогие, речь идет здесь не о дефекте, но речь идет о том, когда ты повторяешь одно и то же, но не задумываясь об этом. То есть это означает, что когда уста говорят, разум в это время отключен. Мне кажется, каждый из нас нечто подобное испытывал. Вот бывало, вот ты молишься, ну слова, просто говоришь слова, а разумом ты не там, ты не в молитве. И поэтому каждое твое слово, которое будет сказано просто так, без участия твоего разума, все это является чем? Все это является лишним. То есть, если нет участия разума в твоей молитве, то твои слова, они просто слова. Нет нужды, да. Вот это очень важный принцип. Когда я молюсь, мой разум участвует в моей молитве, или я просто совершил формальную какую-либо молитву, формально, я встал, меня попросили помолиться, я помолился. А разум где был в это время? Вот все эти слова называются в Священном Писании лишними. Вот в следующий раз, когда каждый из нас будет молиться, пусть оно-ка остановится и подумает, а мой разум включен или он все-таки отключен. И если он отключен, наша молитва просто не поднимется выше этого потолка. Следующий важный принцип. Но прежде, чем перейти к тому принципу, вот некоторые говорят, а можно ли все-таки с одной и той же просьбой постоянно приходить к Богу? Как вам кажется, можно или нет? Вот с одной и той же просьбой. Не является ли это лишним? Ну, первый раз помолился, но не получил ответа. Ну, второй раз помолился, не получил ответа. Стоит ли третий раз? Не лишнее это? Давайте откроем Евангелие от Матфея, 26 главу, 44 стих. И там как раз представлена молитва нашего Господа Иисуса Христа. Вы помните в Гефсимане, когда Христос молился? И мы читаем, 26 глава, Евангелие от Матфея, 44 текст. Смотрите, «И оставив их, учеников, отошел опять и помолился в третий раз, и, обратите внимание, сказав то же слово». то есть три раза Иисус молился и три раза о разных вещах, сказав то же слово, всегда об одном и том же. Вы знаете, есть такое заблуждение, к сожалению. Вот говорит человек, «Ну, я помолился, не получилось, значит, это не воля Божия». Как вы определили? Помолился, не получилось, значит, не воля Божия. А если помолились, и получилось, значит, это сто процентов воля Божия? Это одно из заблуждений, дорогие. Это одно из заблуждений. Молитесь только, пока Господь не даст сто процентного ответа вам. И Он даст вам такой ответ, что вы сто процентов убедитесь, это надо делать или это не надо делать. Но не вот так. Вот попытку сделаю, получится, получится. Нет, значит, не Господня воля. Бог так не работает. Следующий принцип. Мы продолжаем седьмой текст. «Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Многословие, о чем это говорит? О длительных, долгих молитвах. Теперь скажите, можно ли молиться долго? Или молитва должна быть краткой? речь идет не о молитве в церкви, речь идет здесь о личной молитве. Когда никто вам не мешает, вы и Господь. Можно ли молиться долго? Можно. А как же тогда здесь написано, что не будьте многословны? когда ты предлагаешь проблему, ты надо обширять. Богу вы знаете. Но если я не буду говорить, да, но суть, если она проблема, она обширная, она широкая, естественно, она требует от меня затрата времени, тогда я буду говорить долго. А в Писании написано, да не будут какими вашими молитвами? Многословными. Итак, надо два-три слова сказать, Господи, вот ты видишь мою проблему, или же все-таки надо и можно дольше помолиться? Можно, да? Дольше помолиться. Как же тогда понять? Да не будут многословные. Наверное, каждый из вас читал в Священном Писании опыт из жизни Иисуса Христа, когда он целые ночи проводил молитвы. Значит, можно долго молиться? Если, конечно, эта молитва не превращается в формалист, то есть, в искусственно натянутую молитву. Вы понимаете, это очень опасно, когда человек не хочет, и он искусственно растягивает свою молитву, а ему уже нечего говорить. Но у него время, ему надо час молиться. Вот о такой молитве идет речь. Господь не воспринимает. Почему? Потому что ты ее искусственно растягиваешь, твой разум уже не работает вот в этой молитве. Но давайте поймем, о чем же все-таки здесь идет речь, о каком многословии. Вы знаете, что то, что здесь осудил наш Господь Иисус Христос, уже было осуждено в Ветхом Завете. Давайте откроем книгу Екклесиаста, пятую главу, первый стих. И посмотрим, что пишет мудрый Соломон. Екклесиаст, пятая глава, первый стих. Обратите внимание на его слова. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле». И теперь вывод. «Поэтому слова твои да будут немногие». Что здесь осуждает Соломон? Ведь он тоже говорит, слова твои будут немногие, да? И то же самое говорит Господь. О чем идет речь в книге Екклесиаста? Когда мы читаем третий стих, той же главы, пятой, смотрите, что он говорит. «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал исполнить». О чем идет речь? Об обещаниях, которые люди иногда в порыве сердца или в порыве чувств дают Богу. И вот смотрите пятый текст, что говорит, «Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом, это ошибка». То есть если ты обещал, а потом не делаешь, уже не говори перед Богом, что я тогда ошибся. Почему? Потому что никто тебя не заставлял что-либо обещать Богу. Поэтому Господь Иисус Христос, когда говорит слова ваши, молитва ваша, да не будет многословий, имеется в виду, не давайте Господу таких обещаний, которые вы не в состоянии исполнить. Вы знаете, я хочу рассказать вам один опыт из моей жизни, это уже не притча, это реальная жизнь моя. Я, когда служил в армии, в течение одного месяца, это были обучения военной кафедры. Военной кафедры. Я был тогда уже верующим, познакомился там с одним тоже человеком, начал проповедовать ему о Христе, он где-то уверовал, мы вместе с ним молились, совершали моления, молитвы, и пришло время, когда нам нужно было сдавать экзамен по азбуке Морзе. Не знаю, вы знакомы с этим? Это, в принципе, очень сложно, сложно сдать, это потому, что ты надеваешь там на ощупь, и тебе передают текст, а текст это не русский текст, а просто так удары, что-то такое. И ты должен писать текст. Ты должен писать текст. И вот интересно, что было, что как-то я не знал, так получилось, что мне этот предмет очень удался. Я очень легко все писал. Я был лучшим учеником по азбуке Морзе. А вот этот человек, которому я проповедовал, этот брат, но он панически боялся этого экзамена, он ничего не мог с этим поделать, ничего не понимал. А вы знаете, что если провалить экзамен, то уже в армию бы забрали не в статусе уже офицера, а в статусе уже рядового солдата, поэтому он панически боялся. И вот пришло время вот этого экзамена, все были в панике, но в принципе я тоже так немного чувствовал, конечно, дискомфорт, хотя хорошо знал этот предмет, хорошо владел. Но что интересно, вот капитан наш раздал всем заранее экзаменационный текст, который будет на экзамене. Благодать. Естественно, пришел день экзамена, все этот текст переписали и все получили пятерку. Но на следующий день из столицы приезжает командир полковник, знакомится с нашими результатами, видит у всех пятерки и отменяет экзамен. И говорит, вот сейчас в моем присутствии при выбранном мною тексте будут сдавать экзамен. Вы можете представить ситуацию вот этого брата, который с легкостью сдал вот этот экзамен. На нем лица не было. Я опять стал его утешать, я опять стал направлять его взор к Богу, хотя сам тоже чувствовал небольшое такое опасение определенное. Ну и так получилось, что я как верующий, а он как кандидат верующий, всем уступили дорогу вперед, все пошли сдали, и вот остались мы с ним вдвоем. Ну я ему естественно говорю, ну как решим, ты пойдешь или я пойду. Он говорит, давай лучше, я пойду, а ты в это время молись за меня. И вы не поверите, как только наступила его очередь, как только он пошел, вот так дрожащими руками, выражения лица на нем не было, вдруг из столицы звонит генерал-полковнику и срочно его вызывают назад. и вы знаете, в тот день экзамен не сдали только я и он. И нам засчитали пятерки предыдущего дня. Но до этого, до этого, когда мы остались еще там вдвоем беседовали, он сказал, если Господь поможет мне, и если я сдам этот экзамен, я буду посещать ту церковь, в которую идешь ты. Вот вы помните, мы о чем с вами говорили? Слова да не будут ваши многословны. Да, а это что означает? Это означает не давать нелепых обещаний, которые ты не исполнишь. Господь благословил, я и он не сдали экзамена, и мы получили пятерки. Но после этого он не пришел в церковь. Он даже не обратился к Богу. Он просто отошел в мир. Через некоторое время его забирают в армию в качестве офицера. Но я потом узнаю, что по ошибке он случайно стреляет и убивает человека. И он вынужден был потом продать весь свой дом, все свое имение, состояние, чтобы как-нибудь что-нибудь сделать. Никогда не обещайте Богу то, что вы не уверены сделать. А если уже обещали, написано, не говорите перед Богом, что это была ошибка. Господь не требует ни от кого, чтобы вы обещали, Господь спас вам жизнь. Не надо сразу говорить, вот ты спас мне жизнь, я обещаю, что сделаю для тебя так и так. Не надо, Богу это не нужно. Если ты в состоянии это сделать, то сделай. И смотрите, что пишет тот же Соломон, притча 10 глава, 19 стих. Притчи 10, 19. Смотрите, при многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Поэтому ты когда пытайся что-то обещаешь, 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 и в итоге ты понимаешь, что все, что ты обещал, ты не можешь исполнить. Поэтому при многословии не миновать греха, а сдерживающие уста свои разумен. И наконец, последний принцип, личной молитвой, это восьмой стих, шестой главы Евангелия от Матфея. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». А здесь вообще интересный вопрос возникает. Если Отец наш знает прежде нашего прошения у Него, зачем нам вообще просить? О чем идет речь? Хорошо, ну вот я прихожу к Богу с молитвой, правильно? У меня есть нужда какая-то. Он знает мою нужду или не знает до того, как я к Нему пришел? Знает. Зачем же мне ему представлять эту нужду, если он знает? Ну давайте посмотрим несколько текстов. Исайя, пророк Исайя, 65 глава, 24 стих. Вот смотрите, что пишет пророк. Исайя 65, 24. Смотрите. «И будет, это говорит Господь, прежде нежели они возовут, смотрите, прежде нежели они возовут, я отвечу, они еще будут говорить, и я уже услышу». Как вы понимаете, прежде нежели они возовут, то есть прежде, чем я пришел к Богу с молитвой, написано «я отвечу». Хорошо, давайте еще один пример. Даниил, 10 глава, 12 стих. Вы помните молитву Даниила, да? Сколько дней он молился, вы помните? Кто помнит, сколько дней молился Даниил? 21 день. Теперь давайте посмотрим в 12 тексте, 10 главы, что сказано. «Когда приходит к нему ангел или Господь, говорит, но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны». С какого дня? А он сколько дней молился? И спрашивается, зачем ему молиться 21 день, если с первого дня Господь его уже услышал? Зачем нужны были те 20 дней? Почему Господь его не остановил? Мог же Господь ему прийти и сказать, Даниил, ну понятно, с первого дня я уже тебя понял, не надо уже эти 20 дней. Вам дальше Даниил говорит, почему эти 21 день длилось это. Ангел Господь написал, что он противостоял. А почему? Сколько он молился, столько и противостоял. Молился бы один день, битва бы решилась за один день. Он молился 21 день, сколько он молился, столько продолжалась духовная борьба. Молился бы 30 дней, молитва была, а борьба была бы 30 дней. Вы понимаете, о чем идет речь? На самом деле, Господь все отлично знает. И на самом деле, прежде чем я что-либо скажу, прежде чем я что-либо подумаю, Он уже знает, что я хочу сказать. Поэтому моя молитва нужна не Ему. Моя молитва нужна мне. В каком смысле? Вот представьте, вот Господь хочет знать вот состояние нашего сердца. Вот то, что я прошу, насколько сильно я это хочу. Вот представьте, вы сказали, Господи, ну дай мне это. А вы мне думаете, ну не получится ничего. То есть, молитве должна быть заинтересованность самого молящего. Если я не ревностен, если меня не интересует то, с чем я предстаю перед Богом, как Господь мне может дать то, что мне не так уж сильно нужно. Вы понимаете, да, о чем идет речь? Поэтому каждая молитва, она должна быть ревностной. И она должна быть заинтересованной. Вот вы помните молитву Авраама за судом и Гоморру. Был ли он заинтересован или нет? А как мы видим, что он был заинтересован? Ну, он помолился, понятно. А как почитать его сердце? Ну, он это искренне говорил или нет? Ну, да, мы тоже можем сказать, но если будет, мы даже до пяти можем опустить. Уже имея опыт Авраама, мы с вами опустим до пяти. Но как узнать, что он это все делал искренне? Потому что следующий текст, или не следующий, а дальше написано, когда было рано утром, он пошел на то место, чтобы увидеть, что стало Содомом и Гоморрой. Когда царь молился за Даниэла, вы представляете, язычник молится за верующего. Когда он побежал посмотреть, что там стало? С утра. Вы понимаете, эти люди показывают, что то, о чем они представляют нужды своей Богу, то, о чем они молятся, это на самом деле смысл их жизни. Это их очень сильно тревожит, и они ревностны в своих просьбах. Поэтому молитва ни в коем случае предназначена не для Бога. Бог все это и так знает. Молитва говорит Богу совершенно другое, а насколько то, что я прошу, нужно самому мне. Поэтому, обобщая принципы личной молитвы, давайте мы еще раз вкратце упомянем вот эти пять принципов, которые записаны в Евангелии от Матфея. Итак, самое первое. Нужно что сделать? Уединиться или создать благоговейную атмосферу. То есть, создать условия, при которых никто мне не будет мешать. Второе правило, дорогие, что каждый из нас имеет вопросы, о которых никто другой не должен знать. это должны знать только я и мой Небесный Отец. И мой Бог гарантирует, что все, что я Ему скажу, это останется между нами. Третий принцип какой был? Что, когда мы молимся, наша молитва не должна быть формальной. Наш разум должен постоянно принимать участие. Четвертый принцип. Никогда не давайте Богу обещание, которое вы не в состоянии исполнить. И, наконец, пятый принцип. Насколько для меня важно то, что я представляю Господу. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы, каждый из нас, и я, и вы, находили в течение дня время для совершения личной молитвы, для общения с нашим Небесным Отцом. Я приглашаю вас на молитву. Дорогой наш Небесный любящий Отец, мы благодарны Тебя за Твою чудесную любовь, Господи. Мы благодарны, что Ты слышишь нас, что Ты имеешь время для общения с нами. Господи, прости нас, что мы порой не имеем этого времени. В этом суетном мире, Господи Боже, мы иногда настолько заняты, что не уделяем время нашим личным отношениям с Тобою. Но Ты прости нас, Господи Божий, Ты помоги, Ты даруй нам Духа Твоего Святого, который постоянно напоминал бы и подталкивал бы нас, Господи, чтобы мы бы создали атмосферу, благоговейную атмосферу для общения с Тобою. Ты помоги, чтобы эти принципы личной молитвы, они были бы частью нашей жизни. И самое главное, помоги, чтобы наша молитва, она была бы неформальной, но искренней. И чтобы, Господи Боже, в наших нуждах выражалась бы также наша личная заинтересованность. Мы просим благослови каждого здесь присутствующего, Господи. Потому что у каждого из нас есть свои проблемы, есть свои нужды. И, Господи Боже, есть нужды, которые должны быть ведами только нам и Тебе. Помилуй нас, Господи Боже, и прости во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Боже, Иисус Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Могущим уже соблюсти нас от падения И поставить пред славу свою непорочными в радости Единому премудрому Богу Спасителем нашему через Иисуса Христа Господа нашего Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во всех